Официальную церемонию открытия выставки Экспо видели не только в нашей столице, но и в Риге. Там прошел прямой телемост с Астаной, участникам устроили тур по павильону республики. Следить за ходом экспозиции жители Латвии также могут при помощи специализированного сайта и мобильного приложения. Все подробности у нашего корреспондента Марина Петровой. Республика творчески подошла к оформлению своего павильона на Экспо. Специально для выставки был написан видеорассказ в стиле хип-хоп, повествующий о стране. И создана коллекция одежды для латвийских делегатов. Продуман до мелочей и сам стенд, главным украшением которого стали три драгоценных интерактивных камня. В одном из них расположился магазин с сувенирами, который пользуется особой популярностью у посетителей. То, что в десятку попало, тоже это магазин. Огромный интерес на шот магазина. Очень много покупают янтарные разные изделия. Это идет на ура. Там разные продукции дзинтерса, косметику дзинтерса можно купить. Там свет, свечки, сувениры разные, магнетики. Много чего. Латвийский стенд на Экспо пользуется успехом среди участников и гостей экспозиции. Как рассказал во время телемоста его директор, за первые дни работы его посетили уже несколько тысяч человек. Ожидается, что в течение трех месяцев через павильон Латвии пройдет свыше 110 тысяч посетителей. Специально для Экспо в Латвии также разработали интернет-сайт, который в режиме реального времени позволяет следить за ходом выставки. Этот ресурс можно использовать и как платформу для налаживания бизнес-контактов. Любой посетитель павильона страны может прямо на месте снять про себя видеоролик. Это видео-визитка, три минуты про себя, что из себя представляет компания, какие услуги или продукты, которые были бы интересны всему миру, не только Латвии. Этот видеоролик можно снять любой. И тогда этот видеоролик тоже появляется на наш сайт. И у нас получается как бы с двух сторон, как место встречи. Видеоролик из Астаны, видеоролик из Риги. Все видео-визитки будут сгруппированы в соответствии с тематическими неделями Экспо. Для удобства пользователей в конце текущей недели выйдет и мобильное приложение этого ресурса. Самое же интересное еще впереди обещает Латвия. Успешно открыв двери своего павильона на Экспо, республика начала подготовку к национальному дню 9 июля и к дням Риги в августе. Марина Петрова, Сергей Самойлов. Специально для Хабар-24. Латвия.